В каком-то тезисе по поводу документальной поэзии и по поводу документа. Я хотел бы при этом от книги главного тренинга «Искренность и аутентичности». Это такой сборник, запись мекций, которая была прочитана весной 80-го года в Гарварде. Это циркуляция, собственно, посвященная вот этому разнице на сопряжении понятия искренности и аутентичности. Про искренность, да, он говорит, что искренность – это избегание того, чтобы говорить неправду любому другому человеку посредством того, чтобы оставаться правдивым самим собой постоянно. И оно не обязательно соотносится с аутентичностью каким-то прямым способом, да, позитивным. Он говорит, что… А бессмысленно надо говорить, что правдиться правом был искренним человеком, да. Это комичное утверждение. То есть все, как искренность биографии или аутентичности, в общем-то целом скорее не подлежит сомнению. И отличие одного от другого в самых больших частях про искренности от аутентичности он формулирует так, что… Аутентичность требует большего морального опыта и морального усилия, чем искренность и более осознанной концепции себя и того, в чем состоит вот это вот «being true to yourself», да, то есть быть правдивым самим собой и неугадь самому себе. Аутентичность характеризуется более широким… Аутентичность характеризуется более широким охватом мира в целом и места человека в нем, и менее компромиссным отношением к социальным условиям жизни. Это понятно, что это действительно широкое заявление, и понятно, что разница между тем важна, поскольку порождающая сила, которая в культуре приписывается аутентичности, очень велика, гораздо больше, чем та, что переписывается искренности, потому что аутентичность подразумевает движение вниз, в глубину через культурные, сквозь культурные настройки к тому месту, где начинается и заканчивается любое движение. Но тем не менее до того момента, когда аутентичность заняла то место, которое она сейчас занимает в культуре, искренне, на этом херестале стояла искренность, и она определяла то, как человек воображал своего себя, представлялся идеально у себя. И современный рост поэзии этот путь, да, к искренности, к аутентичности, она повторила его на очень коротком промежутке времени, да, к новой искренности документальной поэзии. Причем тут аутентичность, да, и что она вообще такое. Вы, по Виталию, в своей статье подробно разбирают типы субъективности, которая конструируется в поэзии для помощи обращения документов. Я бы хотел задаться двумя, смежая это, немножко другими вопросами, да, во-первых, о том, почему происходит обращение к документу, и что этот документ вам собой представляет из тех конспектированных, 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 очень скудо-фундированных этих ответов, да, которые я могу положить, мне кажется, станет яснее, о чем тут аутентичности, да. Мне кажется, что новая искренность, и когда я управляю этот термин, я отсылаю, ну, скорее, вот, к тернеровской идее этого модернизма, чем к пост-концептуализму в, так сказать, таком узком смысле, да. Она оказалась, как и весь метамодернизм, несостоятельной, да, потому что представляла собой попытка фиксации такого квазистабильного состояния, которое, ну, как-то на той квазистабильное, что зафиксировать его, в общем, невозможно. Сопроектированную, тем условным или контором, да, вот, не взять ли конкретно, а, вот, 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 кругом, да, которые, то есть такие, которые связаны с представлением о метамодернизме, вот, вот, в спроектированную ими, имя, это базо-стабильное состояние, клевательное, его вторглась история. И для начала она вторглась с него в форме публичного дискурса, который оказался захвачен тем, что называется, не очень понятно, что и мало что означает, что в слове популизм сегодня, но давайте ставимся на слове популизма, потому что иначе придется совершать тренинный курс в политическую философию, как-то менее реценции для этого нет ни времени. Про этот дискурс, можно сказать, мне кажется, довольно уверенно, что он присвоился к искренности, здесь вот в кавычках более меня, здесь нельзя сказать о его агентах, что они неискренни, и даже там, где они неискренни, они научились производить ощущение неискренности в промышленном масштабе. Зачем, да, почему это оказалось необходимо? Ну, то есть, зачем, это неправильное слово. Потому что, конечно, это не было сознательным движением, да, почему это оказалось необходимо? Это оказалось необходимым по стойку, поскольку конечной целью этого дискурса является производство когнитивного истощения. То есть, он порождает внутренний противоречивый нарратив, и чем противоречивее, тем лучше, поскольку именно его противоречивость лишает аудиторию возможности выстроить систему защиты. Что-то происходит в соответствии с информационной моделью научения о бескомощности, которая связывается с двумя сигнами двух когнитивных психологов, Мирослава Кофта и Бжака Жеседека. Люди, перед которыми состоит необходимость решения какой-то проблемы, как они говорят, развивают значительную психическую активность. И связано с тем, что мы пытаемся из выступающей информации вычислить какие-то паттерны, да, определить повторяющиеся элементами и отличить таким образом важную информацию от неважной. И главное, мы обрабатываем гипотезы относительно возможных решений, пытаемся проверить их на практике. И все это делается для того, чтобы построить объяснительную модель, которая обладала бы какой-то предсказательной силой. В непонтролированной среде все эти усилия отразятся в пустую. То есть, если обратная связь хаотичная, то разумную гипотезу невозможно. И так у нас появляется постоянная, и как минимум не снижающаяся, а скорее что возрастающая, неуверенность в собственной, в качестве нашей гипотезы, в собственной способности, пригодная, то есть, для обладающихся, сказать, силы гипотезы построить. Чем более искренне, неподдельно, да, в самом деле является субъект такого рода дискурса, тем эффективнее эта машина работает. Для этого сам субъект должен иметь внутренне противоречивую картину мира, но ее противоречивость, качество противоречивости и непротиворечивости важна для эффективности того, что полисы, конкретных мер полисов, которые могут оказаться неэффективными, эта противоречивость в плане полидекса оказывается положительным, а не отрицательным качеством. Вот примером использования этого концепта искренности в областном дискурсе является то, что Екатерина Шурова еще в 2010 году назвала обратным каргокультом, да. Как она пишет, это такой обратный каргокульт, вера в то, что белых людей самолетов тоже из соломы и навоза, но они ловче и притворяются, да. Вот нахождение особой гордости в разоблачении и притворстве, в том, что мы такие, так же циничные, аморальные вообще представляем собой такую же инвестацию чистого зла, как другие, но мы лучшие, потому что мы не лицемерим, да, это вот пример именно того, о чем идет речь. В результате искренности публичных дискурсов определенного рода ее операционализации и превращения в оружие, да, в организации, что называется, заставляет создательной или бессоздательной искать каких-то новых моделей, позволяющих, если не напрямую, противодействовать областным дискурсам, то, по крайней мере, как-то совершить какую-то фигуру уклонения от этой новой модели. И вот тут возникает то, что можно назвать аутентичностью, да, в которой, как Виталий Леонидович, я правильно заметил, есть два изменения – эмоциональные и эпистемиологические. Значит, по поводу эмоциональных изменений я снова хочу обратиться к клипингу, который поясняет эту эмоциональность григи на примере поэмы «Отсворта», которая называется «Малькл». Там главным героем этой поэмы является такой фермер, за счет которого… Это как пасторами, да, которые сейчас живут с женой где-то в сельской армии, там небольшая ферма, у них рождаются сын, и они с сыном вместе как-то, наверное, в ферме ухаживают за улицами и там возделывают землю. Ребенок вырастает через некоторое время и решает, что ему пора приходить в город, что же пора ходить в город. Ну, там, в некоторых, происходит драма, значит, «Малькл» хочет его отпускать, да, и отец, в общем-то, не очень хочет отдать, что надо, ну, и в конце концов, он купил город, и все, все как бы хорошо, он делал карьеру, и как-то все уже прекрасно, но потом, в связи с какими-то непонятными людьми, значит, идет по скользкой дороге, и оказывается, ему нужно как-то бежать в отдаленные, в отдаленные страны, ну, то есть, по всей видимости, в новый свет. Что производит на отца совершенно такое, как бы, разрушительное действие? А фигура, думаю, это, она, конечно, тоже является отсылкой к фигуре Авраа в своем роде. И когда это все происходит, после того, как, да, после того, как они потеряли сына, потому что дальше он уже не вернется из Нового Света, там есть такой момент, он продолжает, как бы, ухаживать до тем же стадом, который они вот начали как-то ввести с сыном, и иногда его соседи видят, что он просто сидит целый день у ручья и ни к оттягивается ко мне. И вот Кривина пишет, что вот эта, как бы, фигура, да, которой не произойдет ни речи, ни ничего вообще никакой экспрессии, которая, как бы, находится в сфере полного внедеяния, да, она и производит вот это, как бы, впечатление, ощущение качества аутентичности, потому что понятно, что мы не делаем с неподдельным полем. По-русски этот фрагмент в переводе коричского звучит как-то так. «А то, бывало, повредет ущелье, к ручью закон свой строится, тогда от жалости усеющего ему сердца. И до сих пор молба отвергнет, что часто он приходил к ручью, садился там, к камню и даже пальцем не касался». Что касается эпистемологического измерения о политличности, то, вот как пишет тот же Дерлинг, я вот цитирую его, «Рабин Данак разумевает вот это спуск, это движение вниз к месту, где начинается и заканчивается всякое движение, иначе говоря, путешествие к самореальности, или в нашем случае к речи, к самореальности. И совпадением этих двух измерений о политичности эмоционального и эпистемологического оказывается в нашем случае документ. А другой автор, например, Леви Фенингеря, «Scrolling forward», которая, собственно, посвящена тому, что такое документ, как он функционирует, пишет следующее, да, что первый человек, согласно еврейской истории, был создан из земли, да, из земли и дыхания. И это ровно то, как мы производим документ, что письмо есть акт дыхания, мы вдыхаем, собственно, дух в прах земли, ну, конечно, не в буквальном смысле, еще не в буквальном смысле дыхании, да, но о чем-то очень на него похожем. В вранецком «душа» и «дыхание» – это одно и то же слово. Или в маритонах это можно уподобить чревовещанием. Мы помещаем собственный голос в как бы неодушевленный объект. По словарному определению, да, чревовещание – это искусство говорения таким образом, что голос кажется исходящим не у говорящего, но из другого источника. Документ Леви описывает как сорократ человека, да, и производствует его как акт чревовещания, в ходе которого совершается процедура передачи голоса. Под вещью документа, да, допустим, документ может быть, документ, здесь понимается не только материальный объект, а лично что больше – сама специфика социальной коммуникации, потребность и способность создавать собственные подобия из подручных средств, присваивать функции говорения другим объектам. И эти образы, да, возникающие в культуре, я имею в виду документы, они являются, они находятся где-то на подпути между одушевленным и неодушевленным. То есть это ожившая вещь, присвоившая человеческие качества при наших последствиях. И, прежде всего, навык говорения, да. Именно Каспа, которая занималась, в общем, проблематикой документами, то, что, вот, и реализация книгов, и новый сборник как раз по этому поводу, говорит о том, что главное здесь делегирование документов коммуникативных полномочий, да, смысловой перезон в современном понятии документ позволяет предположить, что в современном мире это тесно связано с семантикой удостоверения и доверия. Документ репрезентирует нас в социальном мире, поскольку удостоверяет, просто поскольку, поскольку удостоверяет. И документ необходим в ситуациях, когда механизмы персонального межличностного доверия не работают или ставятся под сомнение. Документ оформляет, формализует и замещает в собой практику персонального доверия. Вот он оказывается, таким образом, точкой пересечения эпистемиологического и эмоционального аспектов аудентичности, потому что, во-первых, он замещает в собой практику персонального доверия, о которой подразумевает эстинность дискредитированная, мы говорим, но еще и потому, что субъект поэтической речи, как бы предоставив ее прождение документам, оказывается при этом сам этим вот спортовским майклом, который сидит на ручьях, не прикасаясь к камням и ничего не делая, да и ничего не говоря в молчании. И этот как бы уступающий жест, это отступление к ручью, да, оказывается не бегством, а одним из вариантов сопротивления. За этим, в принципе, должен следовать разговор про монетизацию уже статуса документов, да, тоже социального конструкта и социального и культурного конструкта, но это уже другая история, которая требует гораздо большего времени. Я, наверное, должен сделать несколько рамочных замечаний, что ли, по теме нашей секции. И по теме нашей секции, по названию нашей секции, а затем я сделаю доклад. Так, хорошо слышно? У нас сегодня в секции будут еще доклады Александра Колесникова и Дениса Ларионова, и выступают четыре поэта, три из которых присутствуют здесь. Это Мария Малиновская, Екатерина Захарьков, Павел Арсеньев и Никита Сунгатов, должен подтянуться. Значит, вот эти поэты будут репрезентировать некоторые документалистские стратегии поэзии молодых. Значит, что касается названия нашей секции. Честно сказать, мы согласились вот с предложенным названием организаторами, написанным именно таким образом через слэш документальная поэзия, объективизм, имея в виду, что в этом есть некоторый смысл, потому что, действительно, здесь есть определенная корреляция. Можно рассматривать объективизм как некоторый эффект документалистских стратегий и такая телеология документализма в поэзии, можно рассматривать как документальную поэзию, как некоторую стратегию реализации объективистской установки. То есть можно и так, и так. Но при этом, на мой взгляд, мы должны учитывать то, что само понятие документальной поэзии мы можем иметь в виду как строгое понятие, или более или менее строгое понятие, о котором мы сегодня еще поговорим. Тогда как понятие объективизм представляется мне, по крайней мере, сегодня в рамках нашей секции, понятием, скорее, как говорил Оген Финг, федоминолог, оперативным, или, в лучшем случае, регулятивным понятием. То есть это понятие, действительно, это не в том смысле мы его здесь употребляем, который ему придал в жестком смысле Зуковский, или как оно фигурирует часто в связи с какими-то современными социальными теориями или другими философскими теориями. Понятие объективизм в философии означает совершенно разное, в разных контекстах, в социальной философии, метафизике, тут можно очень запутаться. Но, тем не менее, мне кажется, оно регулятивно полезно для номинации тех тенденций в современной поэзии, которые связаны с какой-то такой сильной или настолько сильной диссоциацией субъекта, когда уже говорить о какой-то фиксированной инстанции в принципе не представляется возможным. Вот есть некоторое такое объективистское поэтическое высказание. Я думаю, что мы должны иметь в виду вот эти две вещи в нашей сегодняшней секции. И как-то, чтобы установить референцию к этому явлению в поэзии, то можно сказать следующее. Документальная поэзия существует, она развивается достаточно интенсивно везде. Ну, например, в Америке, да, может быть, эта традиция вот мне больше известна. Она очень развивается и такими хорошими темпами она развивается в современной российской поэзии. Я напомню, что в 2010 году вышла статья Ильи Кукулина, она называется «Документалистские стратегии в современной русской поэзии». Там большой довольно обзор авторов и вводятся определенные понятия, которые нам необходимы для осмысления этого явления. Статья заканчивается на Станиславе Львовском, на его тексте «Чужими словами». Это 2008 год, да, сразу после русско-грузинской войны. Но, конечно, потом эти практики продолжались сегодня, но практически каждый месяц, если не каждую неделю, я нахожу какие-то поэтические тексты, имеющие отношение к этому явлению. Два года назад вышла книжка в колонну публикейшнс Лиды Юсуповой «Дит дед», в котором есть документальный цикл «Приговоры», очень интересный цикл и другие тексты, тоже имеющие отношение к документализму. В прошлом году в НЛО вышла книжка, в новой серии НЛО вышла книжка Александра Вербуха «Свидетельство четвертого лица», где поэт работает с человеческими документами, разными там и письмами, и записками, и такими нарративами. У Павла Арсеньева в 11-м году, по-моему, эта крафтовская книжка, в котором тоже представлены разные формы работы с документами, даже есть авторский термин «ready written», который обозначает вот эту отнесенность поэта к уже существующим документам и работу с ним, и так далее. Два года подряд я номинировал текст, считал необходимым это сделать, на премию Драгомощенко Марии Малиновской, текст «Каймани», это трехчастный текст, это удивительная поэма, на самом деле целиком документальная, и Маша сегодня прочтет фрагмент из «Каймани» и из нового документального текста, который в последнем номере транслита опубликован. И это действительно вот такое явление, которое проникает в разные поэтики. Вот для меня было, например, удивительно до некоторого времени обнаружить вот эти документальные вставки у Екатерины Захарьков, поэтика которой мне представлялась очень такой плотной и герметичной в определенном отношении, но обнаруживается, что и там есть запрос на документальную основу и на прямые документальные вставки. Я думаю, что тоже сегодня Катя прочитает фрагмент, который это покажет. Вот, собственно, это тот контекст, в котором вот эта секция наша задумана и затеяна. Теперь, с вашего позволения, я обращусь к докладу. Доклад называется «Поэт и документ. Статус субъекта и принципы работы в докюпоэтре». По всей видимости, я его сокращу, потому что мы сильно выбиваемся из графика. Ну, какие-то принципиальные вещи, наверное, я скажу, имея в виду не ту, может быть, философию документа, с которой выступил сейчас Станислав и опираясь на разного рода теории социальной конструкции документа и такой метафизик документа, но отталкиваясь от вполне конвенционального понятия документа с тем, чтобы просто обозначить некоторые фактические стратегии в поэзии. Докладный будет таким образом построен некоторый концептуальный зачин проблемный, потом, значит, часть, посвященная определению документальной поэзии, вот, выявлению в нем некоторых ветвей и введению понятия фрейм-документальность или документальный фрейм, в принципе, да, это одно и то же. И еще там пара релевантных понятий. Значит, зачин. Документальная поэзия является той привилегированной территорией высказывания, где проблематичный статус поэтического субъекта, характерный для современной поэзии в целом, наиболее явлен. Проблематичность эта распространяется и организуется, как минимум, в двух плоскостях документального стихотворения. На уровне субъектной принадлежности его дискурсивного состава, то есть ситуация, когда мы пытаемся определить, кому принадлежат все эти голоса, а также на уровне субъекта док и поэтри, то есть того субъекта, который организует перенос документа в литературу. Как правило, на уровне дискурсивного состава документального стихотворения мы видим множественного субъекта с точки зрения фактической принадлежности речи, а на уровне субъекта док и поэтри мы сталкиваемся со сложной гибридной идентичностью, формируемой задачами эстетической оценки документа, этического транслирования свидетельства, заключенного в документе, политической практики и даже гуманитарного исследования. Подчас эти задачи, или все сразу, такое тоже есть, или некоторые из этих задач, решаются в документальном стихотворении одновременно, и мы получаем субъект док и поэтри очень гетерогенного, очень конфликтного по своей, прежде всего, прагматической или перформативной структуре. Вот это был некоторый концептуальный, такой проблемный зачин. Теперь к определению документальной поэзии. Значит, английский глагол «документ», в глагольном варианте, мне кажется, здесь удобнее его взять, имеет значение, с одной стороны, процесса или акта документирования, с другой стороны, подтверждения чего-либо уже имеющимися документами. И, как правило, все пишущие документальные поэзии, теоретики, критики и сами авторы, представители док и поэтри, также имеют в виду эти два крыла, два типа документальной поэтической работы. У этих двух типов поэтической документалистики есть общее, как минимум на уровне фрейма и некоторых задач, но есть и различное, и в задачах, и в технике. Вот я сейчас обозначу обе эти линии чуть-чуть поподробнее. Значит, итак, с одной стороны, док и поэтри — это те случаи применения поэтического разума, когда поэт работает с уже имеющимися документами, под которыми вполне корректно понимать любой носитель информации о мире и человеке, имеющий вербальную, дактериальную или цифровую природу и не являющийся произведением искусства. Джозеф Харрингтон в статье — это очень известный тоже теоретик и критик американский теоретик документальной поэзии — в своей статье «Документальная поэзия и желание архива» в своем определении документальной поэзии делает акцент на том, что обычно это документы, имеющие отношение к макро- или микроисторическим повествованиям о человеке или природе. Об этом же говорит известный американский поэт и теоретик докюпоэтре Филипп Метрис. Он пишет, что документальная поэзия имеет фундаментальный интерес к культивированию историчности. Правда, он выделяет этот аспект наряду с тем, что в документальной поэзии есть еще репрезентация локального, там обнаруживается еще или местного, или локального, того или иного локуса, там есть еще дидактический момент, есть подчеркивание материальности текста, то есть есть несколько таких аспектов, но вот это культивирование историчности, оно действительно очень свойственно документальной поэзии. Илья Кукулин, в свою очередь, вводит понятие историзирующий монтаж и включает туда документальную поэзию Сухотина, Вишневецкого, Завьялова, Львовского, и в принципе этот ряд можно продолжить. Акцент на историчности в отношении к документальной поэзии понятен, потому что документ это уже седиментированная история, пусть даже самая ближайшая история. Поэтому то или иное использование документа есть реактуализация релевантных к документу смыслов, сюжетизация связи между прошлым и будущим, между прошлым и настоящим, прошу прощения. Однако стоит, видимо, диверсифицировать этот общий взгляд. В частности, мы знаем из истории документальной поэзии и ее нынешнего состояния, что поэт работает с документами всех типов, с официальными документами. Я беру терминологию, не углубляясь в этот вопрос, классификацию и типологию документов, как это присутствует в социологии и антропологии, хотя там есть разные основания для этой классификации. В оперативном порядке этого достаточно. Значит, с официальными документами это тексты приговоров, это протоколы судебных процессов, отчеты и постановления правительства или других институтов, не только государства, а разного рода инструкции. Официальные заявления каких-то организаций и так далее, и так далее. Я думаю, что сегодня мы тоже увидим примеры, где есть подобного рода типа документов, с которыми работает поэт. Последняя книжка из американской поэзии, с которой я так плотно познакомился, это книжка Николь Кули. Она называется «The Afflicted Girls. Пострадавшие девушки». И она уже в 2004 году. Поэт работает с архивными материалами судебных процессов 1692 года. Это знаменитая история солемских ведьм. И вот, так сказать, поэт работает с этим архивом, включая происходящее тогда событие в некоторое осмысление контекста настоящего. И даже одна из частей этой большой поэмы посвящена поэтическому опыту как архивному, как таковому. Поэт, как вот такой архивист. Это интересная, отрефлексированная уже стратегия. Интересно, что... Да, ну, дальше с человеческими, конечно, документами. Мы тоже сегодня это присутствуем, мы это услышим. В частности, у Марии Малиновской, вот я уже упоминал книжку Александра Вербуха, с разного рода человеческими документами, письмами, дневниками, записками, мануарами, частными фотографиями и так далее. Интересно, что работа с готовыми документами не означает, что поэт не может принимать участие в их изготовлении. Например, поэты могут брать интервью как оффлайн, так и онлайн, давать нарративный импульс информантам, но в итоге все равно получается текст документа, аудиозапись, транскрипт или письменный ответ информанта, с которыми уже осуществляется собственно поэтическая работа. Так делал поэт Марк Новак, когда он брал интервью у поляков, значит, в Америке иммигрантов в рамках своего такого этнографического исследования, которое в итоге выразилось в поэме «Реведанс. Призраки» о поляках в Америке на фоне вот этой глуполизации, ну и других. Я так понимаю, что и Маша Малиновская делала примерно то же самое, используя диктофон и просто задавая вопросы своим информантам, да и получая некоторые сведения. Мы привыкли к тому, что интервью может брать актер театра Вербратим или прозаик, но поэт тоже может. Характерно, что в беседе Филиппа Метриса и Марка Новака эта беседа, мне кажется, очень важна для понимания того, что происходит сейчас. Она опубликована в современной документальной поэзии. Так вот там речь заходит о ценности опыта полевого исследования для поэтической работы. Поскольку именно работа в поле приносит аутентичные данные о социальном мире, данные, которые очень часто альтернативны доминирующим дискурсам, большим нарративам, и в которых присутствует голос реальных людей. получающиеся в результате такого опыта поэзии и постемологически очень близка к антропологии или качественной социологии, даже тем форматам, в которых представлены иногда результаты качественных исследований. С другой стороны, тут второе крыло. Доки поэтрии — это те случаи применения поэтического разума, когда единственной документирующей инстанцией выступает сам поэт. Он фиксирует, регистрирует, описывает события, свидетелем которых является. Он может делать акцент на речевом характере события, визуальном характере события, или что чаще всего на том и другом одновременно. Поэт в этом случае — это включенный наблюдатель, человек с киноаппаратом, своего рода этнометодолог. Однако в такого рода поэтических репортажах — это понятие репортаж мы по отношению к документальной поэзии, видимо, очень многих теоретиков и историков этого явления. Значит, вот в такого рода поэтических репортажах о собственной документалистике можно говорить лишь тогда и только тогда, когда эти репортажи или этнографические отчеты удовлетворяют требованиям фрейма документальности. Вот здесь я перехожу к этому понятию. Фрейм документальности, который на самом деле характерен для обоих линий поэтической документалистики. Но я в своем разговоре буду иметь в виду прежде всего одну, ту, которая мне наиболее интересна — это тогда, когда поэт работает с уже имеющимися документами. Значит, принципиально важным для включения того или иного поэтического текста в корпус докхи-поэтри, например, в традиции американской поэзии, является формирование его автором того, что можно назвать фреймом документальности. Само понятие фрейм документальности поэтами не используется. Я взял его в смежной части американской культуры у Ирвинга Гоффмана, где это понятие вводится в рамках анализа структуры повседневного опыта. Фрейм документальности, как таковой, означает жесткую референцию произведения к истинным фактам, где положены произведению фактичности. В применении к литературе, к поэзии в частности, фрейм документальности предполагает, что автор в тексте или даже за его пределами должен просигнализировать читателю документальной, то есть фактическая основа произведения. Эти сигналы могут посылаться посредством контекстуальной или рамочной атрибуции цитируемого источника. Как у Сухотина, например, в стихах о первой чеченской кампании в конце написано о том, откуда приведены те источники, на которых он основывается, там данные мемориала, неправительственного международного трибунала и так далее. Это может быть в виде графического выделения документальных вставок тех или иных в авторской системе, авторского затекстового комментария, демонстрации самого документа или его образца, который потом переносится в литературу. Так, например, первое издание пистолярного цикла Александра Авербуха было напечатано вместе с тем письмом, подлинным письмом, сканом подлинного письма реального человека, который послужил основой для его цикла. Ну, насколько я понимаю, это Павел Арсеньев тоже в книжке обнаружил эту вещь, где есть просто официальный документ, там отпечатан, да, и вот его присвоение и, так сказать, вот концептуализация поэта. Это тоже вариант вот такой рамочной атрибуции текста. Ну и так далее. То есть их, в принципе, тоже достаточно много. Даже при сильном транспланировании документа связь с документальной основой произведения должна быть автору важна. Фрейм документальности таким образом означает не только те или иные формальные критерии сами по себе, но, прежде всего, авторскую интенцию, заданную схему восприятия текста, как то, опознание текста в качестве документального и определенный режим вовлеченности. И вот вокруг этой референции к внешней действительности действительно идут баталии в документальном стихотворении, имеется в виду. Они шли в американской поэтической традиции, особенно остро в 30-е годы, на волне роста обращения поэзии к документу. В этих дискуссиях сформировались или заново актуализировались концептуальные оппозиции искусства и сырой реальности, поэзии и журналистики, поэзии и истории. При этом поэзия часто оказывалась заперта в жесткие, нормативные и эссенциалистские рамки. Высказывалась точка зрения, что поэзия разрушается под тяжестью используемых документов, что она просто не может их до конца переварить, что стилистика репортажа или исторического повествования, в особенности инспирированная задачами мемезиса и социальной дидактики, противоречит некой органической подлинной форме стиха, в кавычках, или гипостазируемой сущности поэтического опыта. Что, до конца стихотворение, это эстетически автономный объект, замкнутая система, которая должна быть плодом оригинального индивидуального воображения и в которой ничего не ведет за ее пределы. По этой логике мы всегда остаемся только внутри стихотворения. И вот эти дискуссии, которые в 30-х годах действительно были острые, я не могу сейчас реконструировать тот контекст и тех авторов, которые тогда работали в этой парадигме, но они периодически возобновляются. Вот, например, не так давно Джордж Сиртыш в 2007 году в журнале поэзии, это английский поэт уже и переводчик, пишет, что поэзия бесполезна в качестве доказательства. Насколько мне известно, ни одно стихотворение не было представлено в качестве доказательства в суде. Истины, с которыми имеет дело стихотворение, не обладают доказательной силой. Они обращаются не к реальной жизни, протекающей за пределами стихотворения, а к той реальности, которая находится только внутри самого стихотворения. На этот тезис заочно ему ответил Филипп Метрис, статью которого, кстати, мы перевели, и она опубликована в одном из номеров Цирка Олимплюс ТВ. Вот, призываю к ней обратиться. Он пишет, что документальное стихотворение противоречит идее Сиртыша о замкнутой системе, приглашая реальную жизнь, находящуюся во внешнем пространстве, войти в пространство стихотворения. Читателям также предлагается проделать такое же путешествие, из-за такого двойного движения документальные стихотворения постоянно навлекают на себя свое разрушение, как бы тестируя свою способность к расширению границ, сталкиваясь с тем, что Олес Стивенс называл давлением реальности. И дальше пишет Метрис. Хотя вполне возможно, что такие стихотворения не будут представлены в качестве свидетельства в суде, не представлены в суде в качестве свидетельства, но могут выступить в качестве свидетельства тех зачастую неслышимых голосов людей, которые борются за выживание и сталкиваются с невыразимым насилием. На это, конечно, ему Сердыш ответил опять, и вот это продолжалось. В общем, они как бы не договорились по этому поводу, но вот в этом споре вокруг референции, вот этой внешней референции документальных поэтических текстов, на мой взгляд, должно прозвучать одно важное систематическое уточнение. Я не могу его сейчас систематическим образом развивать, потому что оно потребует большого контекста, но хотя бы два слова я должен сказать. Тем более, что вот это двойное движение, о котором упомянул Метрис, свойственно не только документальной поэзии. Внешняя референция не противоречит поэтическому опыту. Более того, последний вообще поэтический опыт ее предполагает. Эстетический опыт или художественный опыт, я сейчас употребляю эти понятия как синонимы, такой, каким, в частности, его описывают классики феноменологии, это колебания направленности интенции между явлением и модусами его явленности, как это делал Гуссер. Именно эти колебания, повороты интенций, двойная перцептивная оперцепция, как писал Гуссер, провоцируют нашу аффективную вовлеченность при восприятии искусства. Мы находимся сразу в двух установках. Это тоже его понятие. Однако при этом референция к жизни за пределами художественного произведения остается для эстетического опыта интенциональной, то есть не требующей фактического подтверждения, безразличной к своему антическому статусу. И мы помним, что Гуссер усматривал в этих качествах эстетического или художественного опыта его близость к опыту феноменологическому. Безразличие внешней референции к своему антическому статусу, или, Роман Якобсон говорил, неоднозначность референции, ссылаясь на немецких феноменологов при этом, вкупе с осциллированием аффекта между что и как, порождает ту самую дестабилизацию смысла, которую мы переживаем, читая стихи. Дестабилизация смысла, это понятие я взял у Анны Импольской, у которой недавно вышла книжка «Искусство феноменологии», тоже, кто интересуется феноменологией, вот там есть большой раздел по эстетике, я его советую. Значит, но прошло уже, так сказать, вот с этих сто лет, или почти сто лет, с вот такой феноменологии эстетического опыта, которая была на тот момент, видимо, теоретическим выражением современного ему поэтического опыта. С тех пор многое изменилось, и для поэтов антический статус внешней референции, именно ее фактичность, предполагаемая фреймом документальности, оказываются небезразличны и ценны. Хотя некоторые теоретики полагают, что это не только сейчас произошло, но вот этот документальный импульс, импульс и ценность фактической референции были, начиная там чуть ли не с Вергилия, уж точно там с Шекспира и так далее, то есть проходит нитью сквозь всю историю мировой поэзии. Правда, это очень сильный тезис, который, конечно, требует особого разговора. Фактичность внешней референции в современной докюпоэтре уже не наивна, то есть не естественно, а сознательно, конструктивно. В нее вложено очень много целеполаганий, и это тоже порождает дестабилизацию смысла, но чаще всего не на уровне семантики, а на уровне прагматики, потому что дестабилизируется само поэтическое, оно обнаруживает себя изнанкой чего-то другого, или наоборот, обнаруживает другое в самом себе, например, исследовательское начало, или политическую вовлеченность, или этическую задачу свидетельствовать о страдании совершенно реальных людей. Поэтому, пропуская некоторые связующие звенья, я могу сказать о том, что документальная поэзия сегодня очень часто разворачивается на самой границе фикшн и нон-фикшн, даже появляется понятие нон-фикшн-поэтре, есть такое понятие. Гидрогенность субъекта докю-поэтре часто структурирована конфликтно. Этот конфликт эстетического и этического, как мне представляется в текстах Малиновской, этического свидетельства и политического действия, как у Марка Новака. Например, потому что Новак, это, кстати, характерно вообще для документальной поэзии в левом ключе, то есть для использования документалистских стратегий в ну, ангажированных, да, например, Марк Новак, с одной стороны, хочет писать, это он декларирует, исходя из потребностей рабочего класса, и он привлекает разные документы, имеющие отношение к рабочему движению, там, и так далее, и так далее. Исходя из интересов классовой борьбы, ссылается на теорию перепозиционирования литературы, как активистской социальной практики, идя по стопам философа и политика Антонио Негри и леворадикальной американской группы Фейсинг Реалити, но с другой стороны, это он тоже говорит, перед ним стоит универсальная этическая задача преодоления так называемого временного бросового языка provision language в тех случаях, когда речь идет о человеческом страдании как таковом. вот эта этическая задача и политически активистская задача действительно там сталкивается в его работе с документами. Единственное, что, ну, как мне кажется, сказал важную мысль о том, что, когда мы используем документы, мы поэты, да, даже если мы их используем для того, чтобы в рамках некоторой своей тенденции, в рамках определенной телеологии, то сами дискурсивные источники документов, их дискурсивное содержание, они демополизируют наше притязание на истину. Текстуальными средствами резко ослабить претензии на абсолютную истину, говорит Новак. Вот это интересный эффект, который, значит, интересный эффект, который порождает документальный поэт. То есть даже если поэт применяет это для поражения, ну, уж очень, грубо, своей точки зрения на мир, все равно возникает некоторая полеологическая структура. Что делает поэт с документом? Я заканчиваю, и назову несколько слов. Поэт с документом осуществляет три вещи. Он делает экспонирование, транспонирование и исследование. Ну, транспонирование, это понятно, по широкой амплитуде от ready-made или ready-rhythm, как у Павла, до довольно сильной переработки тех, местов документа. Это может быть очень усиленная фрагментация, веролибризация или, может быть, даже пересказ. Хотя, повторяю, что это имеет отношение к документальной поэзии в том случае, если, вот, соблюден фрейм документальности. Но транспонирование так или иначе происходит. Экспонирование, это очень важно. Вот, Лидия Исупова сочла важным вынести тексты приговоров, да, чтобы мы их прочитали и ужаснулись этим текстом. Насколько они отчуждены от реальной человеческой трагедии. Или, вот, Мария Малиновская сочла необходимым экспонировать голоса людей, страдающих психическими расстройствами, слышащих голоса. Это важная этическая задача. Вот это экспонирование само по себе важно. Ну, об исследовании, собственно говоря, я уже говорил, и когда поэт экспонирует те или иные документы, перед ним всегда возникает и моральная, и эпистемологическая проблема, потому что он всегда отбирает документы, а какие-то он не отобрал. Чей-то голос он транслировал, а чей-то не транслировал. Здесь возникают серьезные и моральные, и эпистемологические проблемы. И я думаю, что здесь нет универсального ответа на вот эту проблему, но решение ее это как раз и есть то, что составляет индивидуальную поэтику документального поэта. Ну, собственно, я на этом закончу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Последние вопросы сейчас и конец. Ну, ну, может быть, учитывая опыт вчерашний, можно там по одному вопросу и, Станиславу, задать им у меня общий вопрос с их обоим докладчиком. Мне интересно, что вот тот принципиальный ход, на котором основана документальная поэзия, вы рассматриваете преимущественно в увязке с мур-меританским оборудованием. То есть, он оказывается в неком смысле для русской традиции в этом изложении импортное. Я не думаю, чтобы это, как бы, имели в виду это сообщить, но в ходе разговоров получается скорее так. мне кажется, значит, кажется ли так же и вам, и не видится ли вам здесь какая-то перспектива исследования, что некоторый принципиальный жест отказа от искренности, если угодно, да, то есть, визии, как бы, он как раз он исследовал ютубов и присутствующих, да, в конечном счете от Затумновского же финкраса а дальше если можно смотреть раньше то есть метод может отличаться но способ проблематизации этот же и при такой генеалогии вот тех сегодняшних которые вы говорите они будут открываться в какой-то другой страны в более объемном работе я выставлю ну конечно это может быть рассмотрено в контексте концептуализм контексте да то есть в контексте работы с какими-то затертыми структурами или структурами языка да но мне кажется по-другому немножечко несколько по-другому расставлены акценты да и по-другому поставлены задачи но в контексте конечно здесь должен присутствовать но как-то не совсем не совсем в прямом не не это наследование что это различие сводится к различим технике мне кажется целеполагание несколько отличается да я могу ответить так что безусловно более того в статье кукулина о которой сегодня говорил там когда там обозревается именно российская традиция русской поэзии и там как раз ну нет прямого генезиса там условно говоря текста Станислава Львовского там или Медведева к конкретистам но там линия вот это проведена и прослежена наверное да но в некоторых других своих статьях для меня это конкретистская практика работы с чужой речью и и лично для меня она тоже в конечном итоге привела сюда но в контексте премии Драгомущенко для которой важно параллели с американской поэзией в частности языковой школы мне кажется вот эти параллели документалистских стратегий с американскими тоже уместны в чисто ситуативно хотя и по сути тоже поскольку мир открыт и сегодня новое поколение мне кажется уже читает разные тексты но у нас есть время на второй вопрос я не знаю если можно я хочу поддержать мысль и я даже более может быть в пустых терминах описывал ситуацию я бы назвал это ситуацией политического вытеснения отечественной традиции с документальной поэзией потому что конечно связь кремния договорщика с американской традицией и опыт конкретизма и даже концептуализма это очень важно и близко к тому о чем мы говорим но вообще-то постфутуризм или скажем так лучше уточнить поздний футуризм Лефевского периода имеет потрясающий пример самого радикального документального срока который обычно развивает литературу поэзии это не совсем поэзия но редактором главы который выдумал эту программу был на японском вообще и разные монтажные техники которые осуществляют между поэзией и таком прозаическом портале так как Сергеем Третьяковым вполне могут быть основанием или во всяком случае претендовать на конкурировать с другими мировыми традициями на то чтобы быть влияющими в русском контексте но тут надо иметь в виду если мы говорим о феноменологии здесь национальные традиции наверное это какая-то другая прагматическая задача потому что Марк Новак ну например ссылается на литературу факта понимаете то есть это в общем это универсальное поле да 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 но он также ссылается и на другие вещи для него важен генезис совершенно разных традиций мне кажется мы должны это иметь поэта в смысле ну да 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 конечно то есть конечно да там наверное еще есть еще количество контекстов о которых мы не говорили но просто никто не может сейчас переходим к поэту мне кажется нет мне кажется Маша вот 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 этот алькрофон я очистила кстати тоже замечание полемического вопроса о генезисе любопытное потому что вот да с одной стороны это учет всех возможных существующих традиций а с другой стороны на мой взгляд сам запрос именно на такую форму высказывали как она есть как она осуществляется у многих молодых современных авторов обращающихся к документализму он просто уже намертво впаян в современную социо-культурную ситуацию и проистекает из нее в том числе потому что вот допустим судя по личному опыту когда в 19 лет я начала писать первую часть Каймани и закончила кто бы не сказал что существует вообще традиция документальной поэзии в американской литературе но те внутренние предпосылки которые я сама для себя сформулировала вот тогда можно сказать еще в определенном смысле ребенком но просто этические и эстетические тоже в том числе это вечная спайка этики и эстетики были абсолютно теми же самыми которые они полностью соответствовали тем задачам документальной поэзии которые сейчас о которых мы говорили тому целеполаганию которое является для документальной поэзии доминантным во-первых хотелось как я написала в посте предваряющем первую часть Каймани просто дать голос тем людям с речью которых я имела дело которых я слушала просто чисто человеческая установка чтобы эти люди которые в реальной жизни которых даже близкие не хотят слышать чтобы они таким образом получили возможность сказать о себе попросить о помощи показать что они на самом деле вот не какая-то группа исключенных не какое-то стигматизированное сообщество они одни из нас и нет никакой границы которая бы их от нас отделяла вот это была наверное самая первая самая важная интенция из тех которые были а вторая когда я работала над их речью когда я читала слушала я понимала что в принципе эта речь соответствует некой не имея установки эстетической она по-своему реализует те же задачи которые реализуют поэзии в своем поле в поле искусства и вот это мне тоже захотелось показать и таким образом появилась первая часть каймани такая как она появилась а уже потом пошла внутренняя рефлексия пошла проблематизация уже после того как начало проекта было положено сейчас я прочитаю несколько текстов из каймани ну к примеру самый первый который я открывал Ирина голоса у нас слышу не только я но и мать сестра умерший отец они слышат меня что поют мои голоса и у них свои голоса я это знаю точно я слышу только свои голоса все они травят меня потому что у меня первые пошли голоса окружающим видно моими глазами и передаются мои чувства у людей это возникает в мозге но они могут переключать внимание и не видеть моего окружающие видят мои сны сны плохие меня имеют разными способами внеземные на этих снах все и держится у окружающих они хотят наблюдать за этим голоса поносят меня раз последним способом поносят мать остальные слушают иногда странно высказываются от меня все отвернулись бывший муж пишет мне странные вещи кричит непотребности меня не за что было упрекнуть при совместной жизни я все время училась и не гуляла в совместной жизни вы мало что позволяли чтобы так со мной обращаться окружающие мне молчат Сергей я болею плохим голосом эти записи не важны на самом деле о голосе надо без слов чтобы передать голос понадобились бы слова сложнее чем надо я бытье на месте голос мало того что бывает надо ли говорить о чем говорить я ничего не говорю просто у меня голос тебе разбивают лицо оскорбляют а ты не имеешь силы к сопротивлению идет уничтожение жизнь моя с голосом не имеет смысла мое дело просто ни жив ни мертв просуществовать и умереть простой человек не будет ничего делать с голосом сложный человек будет спрашивать как ничего не делать с голосом это дорога в сумасшествие голос ко мне ни при чем а как будто бы эта дрель поворачиваемая против резьбы ко мне прибилась в третьей части каймании я предприняла немного иной способ работы с этим же материалом и попросила людей записать что им говорят голоса прямо этими же словами или если люди уже это практиковали некоторые действительно уже раньше делали это для себя я попросила чтобы они поделились этими записями и некоторые действительно поделились например записано Никитой ох вы люди мрази я хочу поговорить аварна аварна веевизмов веевизмов истья истьем иса иса журете всякую гадость мрази-суки мрази-суки я хочу общаться с людьми давай проверим смогу ли я общаться через компьютер я не смогу наверное работать на компьютере кто меня будет учить я не отстану от ваших голов сделали вы меня сделали вы меня собаки какие-то собаки мрази-суки мне нужно два компьютера мне нужны две рабочие станции я хочу потренироваться я не могу нажимать на кнопки они слишком большие Подожди, подожди. Я не могу разойтись и успокоиться. Я не могу остановиться. Я хочу постоянно общаться с людьми. Мониторы будут у меня как мозги. И клавиатура для управления. Подожди, подожди. Я не могу отойти от ваших мозгов. Мне нужен нефрит. Нужен нефрит, род человеческий. Я иду по «не». Нет тебя, нет меня. Я сяду на монитор и буду его крутить. Я хочу постоянно общаться. Ох, ну сделали вы меня, сделали вы меня. Жрете всякую гадость, мрази, суки. В другом своем документальном проекте, который называется «Вы люди, я нет». Я предприняла уж другую попытку работы над человеческой речью. Речью также субъекта, который в определенном смысле находится за рамками обычного социума. Речью криминального субъекта. Но что для меня было принципиальным в этом случае, показать не только его образ мысли, не только движение его речи, но показать ту среду, из которой эта речь потенциально может происходить, и ту среду, которая потенциально может порождать. Точно такой же субъект. И вообще таких людей. Я использовала в Google запросы поисковые людей, самые частые из них. Новостные сайты, форумы, где общались люди, которые так или иначе имеют отношение к криминальному дискурсу. Либо те люди, чьи близкие, так или иначе попали в эту ситуацию. Так, и сейчас я тоже прочту небольшой отрывок в конце своего сообщения. Из этого текста, чтобы было понятно, как он устроен. Текст устроен, соответственно, в нем две колонки. Одна из колонок — это моя переписка с человеком, который согласился со мной поделиться своим опытом, который во многих отношениях вне рамы и стимула. А вторая — это то, что мне удалось найти так или иначе в других источниках, архивах, интернете и связать с этим дискурсом. Сюда написать? Ужин готовлю. Позже. Но пока я служил в Афганистане в войсках КГБ. Потом был бандитом. Сидел за разбой девять лет. После этого вообще все плохо. Немного понятно? А куда? В мусорах, что ли? Мой друг детства — телохранитель. Я говорю ему, ты дурак? Подпулились за чье-то тело. Умно, да? Я серьезнее, чем ты думаешь? У меня нет дела до тебя, если тебе — до меня. Ты обратилась за помощью. Я готов. Но это мое время. Я стал бандитом, потому что всегда хотела мудить. И всегда и муд. В прямом и в переносном смысле. Тебе не понять. Объяснять долго. Меня три амона ловили, когда я в побеге был. Я тогда еще не знал, что мои бывшие однополчане проработали там всю жизнь. Теперь знаю. Так теперь и ты сама себе скажи, кто ты. Кто я? Я сам знаю. Школьный учитель стал бандитом, чтобы находиться в центре внимания. Ребенок стал бандитом. По рождению, можно сказать, по призванию. Прокурор стал бандитом. Ректор частного вуза стал бандитом. Вы, конечно, хотите знать, как он убивал. Высокопоставленный силовик стал бандитом. После расставания с девушкой. За что он решил помстить? Мышокопоставленный силовик стал бандитом. Том и Джерри в Майнкрафт. И это его спасло. Сережа тоже стал бандитом. Из-за бедности. Из-за тирании отца. Из-за своей национальной принадлежности. Из-за советской системы и отношения к людям. Из-за частных арестов. А потом эмигрировал в Турцию. И там умер от бедности. 48-летний мужчина, неожиданный для всех, стал бандитом. Человек, мечтавший стать имамом, стал бандитом. Лицевин из спикера стал бандитом. И я стал. И я хочу убить того, кто меня изнасиловал. И каждого, кто позволил это сделать. Так вы меня воспитали. Сонник стал бандитом. Толкование снов бесплатно. Мама, я стал бандитом. Группа в Одноклассе. Папа, я стал бандитом. Группа ВКонтакте. Чтобы выжить в России. Чтобы выжить в тюрьме. Чтобы выжить в Араме. Чтобы выжить в Казани. Чтобы выжить в Новосибирске. Чтобы выжить в Москве. Чтобы выжить в Старости. Спасибо. 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 Добрый день. Я сегодня прочитаю фрагменты из двух текстов, которые я уже, к сожалению, читала несколько раз, в том числе в Петербурге, но ничего не поделаешь. Вам придется их снова послушать. Значит, один из фрагментов из поэмы под названием «Хироанода», который, я повторюсь, так называется по имени японского лейтенанта, который продолжал партизанскую войну на Филиппинах в течение 30 лет под знаком Второй мировой, и все приказы и сообщения об окончании войны в 45-м он считывал как вражескую пропаганду. В этой поэме используются цитаты из приказа, из песни, из философских трудов, ну, естественно, сюжетно-исторический каркас. Я постаралась продемонстрировать столкновение различных дискурсов на фоне войны, невозможность диалога и языкового соседства, показать, что коммуникация — это как необходимость, так и катастрофа. От перемещения аналогии расходятся трещины в дециметровых волнах приемника. В глубоких джунглях хиро-анода сдается призрак призраком милитаризма. Гильзы, гранаты, помехи в стадии исполнения, массовая дезинформация, дробь возвратности, брешь в сигнале среди длин и частот диалоговой зоны. Брежет хрупкие оттенки хаки. В книжном магазине «Лубанга» «I see my lover coming, traveling many a mile. Did you bring gold for to bear this fee?» Особая группа генерального штаба 14-й армии освобождается от выполнения всех операций. Самоубийство строго запрещено. Повторяю, все подразделения и лица, которые подчиняются особой группе генерального штаба 14-й армии, должны немедленно прекратить бои и маневры и перейти под командование ближайших высших офицеров. Если это невозможно, они должны связаться с армией США или армиями их союзников и следовать их инструкциям. То же самое. Мусор, трение щебня, отпечатки капитуляции. Говорю, потому умерщвляющее животное, но ты не веришь моим словам. «Even if I could come out of your phone, emerge from your keyboard, тембр не раскрывается. В семиотическом заповеднике солнечные пробелы, мимо и далеко. Ты не веришь моим словам. Распыление губ, как шарлак. В дни Томуза играйте, на лазоревой флейте поют вавилоняне, на порфирном тимпане с ним не поиграйте. С ним не играйте, певцы и певицы, не подчиняясь требованиям слияния и выпадения, развертываясь по обеим осям, глязь и обрываясь. Не центрированные пятна и линии. Ты не говоришь по-английски, не говоришь по-русски, не говоришь на иврите. Я не говорю по-японски, мы не знаем ахатского, филиппинского, не различаем таглиш. Играйте на лазоревой флейте, в сколах биения, аль-джабр, на порфирном тимпане играйте. С ним не поиграйте, my own voice, с ним играйте, спеваки да спевачки. Can't say me now, пусть никакое сейчас не настанет. Сейчас, на островах, обреченной воспроизводимостью. И второй фрагмент будет из цикла «Оазис Реган», на территории которого было протестировано 4 водородных бомбы с 1960 года по 1961-го. Испытательные операции назывались «Голубой, белый, красный» и «Зеленый тушканчик» или «Жарбуаз». Это будет процитировано. Все они стоят в алых плодах, будто бы далеко отсюда, среди песчаных заносов измождающего сезона. Высокое солнце, и гибкие змеи сползают с лица на новой парковке, и витки воздуха над ярусами руды. Кто они? Жарбазбля, жарбазблямш, жарбазруш, жарбазверт. Даже здесь, среди снега, уходящего под эстакадом, холодные облака данных рекламируют себя повсюду зрелищами исчезновения. Составляю лицо твое из промежутков и слышу, швы смыкают порядок любви, и вижу увядающий признак ночи на срезанном поле, разрастание матча в пустых высотах над нами, соучастие, потоки мгновенности с битым стеклом. Как тебе удалось уйти из инстанции, мертвым корпусом легший в устав? Обвалы прежних трибун, мягкая турбулентность, выбавшее ли пространство орбитально блуждает, из себя изымая. В этом гуманитарном отрезке выбивание атомов из узлов нашей связи. Как тебе удалось уйти? В чем твой специальный огонь? Пески полигона оцеплены резкой утечкой, и я опираюсь на версии снега. Мы меняемся тенью, сгущается тишина. Спасибо. Спасибо. Теперь снова в теоретической части следующий вопрос Александра Олесенко. Добрый день. Я постараюсь не очень долго, тем более, что Виталий отчасти проговорил те теоретические предпосылки, которые формируют документальную поэзию, документальную традицию в американской литературе. Но мне кажется, все-таки надо еще проговорить, что, начиная с более-менее классического понимания документа, 20-30 лет назад в американской литературе, к настоящему времени документ начинает пониматься предельно широко, и в конечном итоге может быть само поэтическое высказывание, сам поэтический текст стремится стать своего рода документом, и уже упомянутый Марк Нову, который много рассуждает по поводу документальной поэзии, доки-поэтри, начиная определение этой документальной традиции из 30-х годов, из какой-то поздней модернистской и ранней постмодернистской традиции, заканчивает тем, что документом может оказываться в конечном итоге человеческая память, воспоминания. И здесь поэт работает с какими-то уже предельно широкими, отчасти, может быть, то, что Женя Суслова вчера называла ментальными, когнитивными пространствами. Опять же, та дискуссия, которая возникает вокруг документальной поэзии в Соединенных Штатах, здесь можно процитировать предисловие Чарльза Бернстайна к сборнику Анны Паймер «Викс», вышедшей в 1990 году. И, соответственно, там Бернстайн пишет о том, что поэт в настоящее время не может игнорировать какие-то вещи, какие-то объекты, которые производятся самим человеком, и которые составляют некоторый, можно сказать, культурный пласт. И эти объекты, они стремятся быть интегрированными в поэтическое высказывание. И, соответственно, поэт каким-то образом в большей или меньшей степени их обрабатывая, преобразовывая, приходят к какому-то конкретному поэтическому высказыванию. Но если мы имеем дело с поэзией как таковой, и в документальной поэзии, как ее понимает Марк Нобок, в конечном счете он об этом не говорит, но вопрос, который можно задать ему, и который напрашивается, исходя из его рассуждений, это вопрос о том, а когда поэзия не была документальной. Немножко такой провокативный вопрос, но оказывается, что поэт всегда занимается документированием, всегда занимается архивированием, будь это какой-то собственный опыт, опыт эмоционального или чувственного переживания, который выносится в некоторое внешнее пространство, и таким образом этот опыт становится общественным достоянием, становится в некотором смысле документом эпохи, и заканчиваю вполне традиционными такими способами документирования и документации. Но вот в качестве такого, может быть, примера здесь можно вспомнить христианативное стихотворение Фрэнка Ахара «The day lady died», как правило переводят как «День ее смерти», где поэт действительно выступает в качестве такого репортера, который делает репортаж о собственном опыте, о собственном переживании, о моменте узнавания того, что умерла Билли Холлидэй, очень важная американская певица для 50-х годов, и Ахара здесь показывает, как в момент вот этого узнавания, он пишет о том, что просто вышел на обед и описывает, что с ним происходит. В конечном итоге он подходит к газетному киоску, чтобы купить сигарет, по-моему, видит газету, на которой большой портрет Билли Холлидэй, и в этот момент он понимает, что произошло, и в этот момент происходит смена самого языка. Если текст по большей части написан в настоящем времени, то в этот момент происходит некий языковой сдвиг, который очень важен, оказывается, у Ахара, и текст начинает использоваться глаголы, по большей части перфектные прошедшего времени, поскольку Ахара вспоминает свой собственный опыт, как он слушал Билли Холлидэй в одном из американских пабов. Но это такой как раз пример традиции, когда сам поэт стремится сделать документом собственный опыт, но в таком как раз скорее документальном смысле, поскольку этот текст стремится стать своего рода фотографией, если здесь можно использовать подобную метафору, к которой можно возвращаться раз от раза, и это будет давать нам некую интенцию, некую возможность воспоминаний, подобную тому, как мы, пересматривая какие-то архивные фотографии или семейный фотоальбом, или какие-то видеозаписи, видеокадры, архивную съемку, можем погружаться в какие-то воспоминания или узнавать о чем-то внешнем по отношению к нам опыте. Если говорить о более таких конвенциональных, привычных примерах документальной поэзии, и в теме моего доклада было обозначено два примера, да, из американской поэзии, их будет чуть больше, но, тем не менее, вот два таких магистральных примера, это, с одной стороны, текст Кеннета Голдсмита с Алилокви, который можно перевести, с одной стороны, как монолог или внутренняя речь, или разговор с самим собой, да, здесь много значений у этого слова. Я немножко расскажу, да, о том, как устроен этот текст. Кеннета Голдсмит семь дней, неделю ходил с включенным диктофоном и записывал все разговоры, которые у него состоялись на протяжении этой недели, даже какие-то вполне интимные разговоры с женой, лежа в кровати, и она сначала сопротивляется этому, потом привыкает в какой-то момент, и заканчивая разговорами, которые он ведет в Нью-Йорке с американским критиком Меджери Перлов и разговоры об искусстве, о каких-то готовящихся проектах, да, и вот здесь, мне кажется, интересным посмотреть на ту метафору, которая заложена в самом названии этого текста, да, с одной стороны, ну, затем вот эта диктофонная запись, она расшифровывается, да, без всяких купюр, что называется, да, и полностью переводится в текст. В итоге на выходе мы получаем книжку порядка, там, 500-600 страниц объемом, который фиксирует опыт, недельный опыт разговоров одного конкретно взятого человека, и несмотря вот на это название, да, монолог, с одной стороны, мы видим, что это монологическое высказывание, которое по сути своей на самом деле не имеет монологического характера, поскольку мы по большей части имеем дело с диалоговыми или полилоговыми формами, Голдсмент как раз практически не говорит на протяжении текста самим собой, хотя это трудно каким-то образом воспознать, поскольку никаких маркеров в тексте не расставлено, да, где его речь, где речь его собеседника или какого-то случайного прохожего, да, там есть вполне такие забавные сцены, когда он идет по улице, и ему навстречу идет кто-то с собакой и разговаривает с этой собакой, да, и говорит, кто здесь у нас хороший мальчик, да. То есть на самом деле это такая диалоговая-полилоговая вещь, которая переводится в некое монологическое высказывание и обозначается как внутренняя речь или разговор с самим собой, при том, что как раз с внутренней речью, да, и с каким-то внутренним монологом мы здесь оказываемся незнакомы, да, поскольку диктофон, диктофон оказывается не способен зафиксировать какие-то мысли, да, какие-то рассуждения, которые происходят в голове у поэта. И с другой стороны, второй вот такой большой пример, о котором я хочу сказать, это тоже достаточно хрестоматийный текст Рона Сильмана под названием «Барт», который он пишет сознательно, то, что называется в Соединенных Штатах Labor Day, да, День рабочих, это первый понедельник сентября, плавающая такая дата. Этот проект он планирует заранее, там, за три месяца покупает карандаш, блокнот, и в тексте про это сказано, да, и просто отправляется в путешествие в поезде и записывает все, что происходит с ним. И вот здесь фиксация некого опыта, да, она оказывается как раз в большей степени приближена к некому внутреннему разговору поэта самим собой, хотя он тоже старается фиксировать какие-то разговоры, которые ведутся рядом с ним или то, что происходит вокруг него, да, но в эти разговоры, в эту внешнюю среду начинают врываться в какие-то собственные воспоминания, собственные рассуждения, и в конце концов он в этом же тексте проговаривает, да, о том, как устроен вот этот проект, который он осуществляет. И здесь, как мне кажется, интересно, эти два текста, они, с одной стороны, оказываются похожими, да, с другой стороны, даже на языковом уровне, они оказываются принципиально разными. Если Силиман пытается подобным образом реализовать концепцию нового предложения, которое он разрабатывает в своих теоретических эссе, да, и этот текст на несколько страниц, это одно предложение на самом деле, там 14 или 15 страниц текста, да, которые устроены как одно предложение и как некая, как раз поток сознания, да, если здесь можно использовать этот термин. А у Голдсмита, да, мы имеем дело с таким передоверением вот этого записывающего механизма некому технологическому устройству, да, и оказывается, что это технологическое устройство не способно зафиксировать какие-то, может быть, ментальные, когнитивные и какие-то еще пространства, да. Более того, да, жест Силимана имеет еще, очевидно, некое политическое такое измерение, да, не случайно выбрана дата, не случайно вот это событие, и про это тоже говорится в тексте. Ну, и, может быть, еще один пример такого передоверения, которое на самом деле тоже ставит вопрос о том, а насколько мы можем доверять поэту в этом, ну, своего рода концептуальном жизни, это пример с Джиной Осман и ее поэмой «Drop in leaflets». Это текст, написанный по заказу для мероприятия, которое происходило в Келли Райкерс Хаус спустя два или три месяца после 9.11, да, после 11 сентября 2001 года, и в своем предваряющем высказывании Джина говорит о том, что она брала какие-то записи из пресс-конференции, какие-то газетные статьи, и сознательно никак не отбирая их, пыталась передоверить им право написания текста. Она разбрасывала, стоя на стуле, разбрасывала листки с этими записями пресс-конференции и так далее, и затем каким-то образом собирала в единый текст. И то, что получилось в итоге, да, здесь есть еще некоторый такой перформативный жест поэтический, но в итоге тоже такая своего рода работа с документом, которая вскрывает на самом деле еще одну проблему, как мне кажется, которую стоит здесь поставить, это насколько документальная поэзия, документальная традиция может соотноситься или не соотноситься с тем, что мы называем, например, фаунд поэки, и с работой тоже с какими-то внешними документами, и можно ли назвать в данном случае документами, тоже не очень понятно на самом деле, но с какими-то внешними по отношению к поэту объектами, готовыми объектами, и чем это в итоге оборачивается, да, можно ли назвать документальную поэзию, фаунд поэтре измерениями некого одного процесса, который тот же Кеннет Голдсмитт обозначает как uncreative writing, да, не креативное письмо. Или же то, с чем мы имеем дело, это какие-то, ну, принципиально разные стратегии, принципиально разные модели, это вопрос, который я для себя на самом деле ответ на который я для себя еще не получил. Вот, ну, наверное, на этом я закончу, если есть какие-то вопросы, спасибо. Думаю, у меня, на самом деле, такая полуретка был вопрос, не знаю, насколько мне его возможно будет ответить. Просто наблюдение, да, такое, что в современной американской поэзии, и того же у Кеннета Голдсмитт, особенно у поэтов, которые сегодня живут поцепитуальными поэтами, то есть и того же Кеннета Голдсмитт, и у Анессы Глейс, и у Роберта Питтермана много опытов, работаясь непосредственно с документом, когда документ никак не изменяется, да, то есть используют и функционируют полностью легко, как найденный объект, да, и переносится в текст, называется поэмой просто, да, то есть. В русской поэзии даже, как бы, самый радикальный поэт, да, обращающий документ, ну, то есть очень мало примеров того, как поэт не стесняется просто взять документ, да, его обозначить как поэму, и, там, таким образом, ее публиковать, да, или где-то читать, и так далее, и так далее. Вот, собственно, да, то есть тут есть даже пример, самый такой показательный, да, то есть, со мной стороны, цикл Ванессы Глейс, который, среди всего прочего, еще и юрист, да, я говорю, есть сборник, в котором просто, то есть, юридические дела, а насилие мужчин с женщинами в изгрыбе просто, да, без единой правки, да, и понятно, что русскоязычный поэзий параллелит приговоры Лидии Суповой, которые очень сильно документы эти эстетизированы, да, то есть, там, вот, ситокс превращается в поэтический, развивка на строчки, и так далее, и так далее. Вот, собственно, вопрос о том, с чем это может быть связано, да, то есть, как, почему они, как сказать, уже не стесняются, а у нас все еще, хотя, как-то даже работая с документом, вот, все еще как-то вот художественное, что-то свое, create writing, да, что-ли, там, присутствует все. Спасибо. Я даю микрофон, если бы я вам обратил внимание на то, какой личный попросток перед заповом, где-то, 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 где-то... Ну, здесь, действительно, на самом деле, достаточно сложно ответить, да, не хочется, на самом деле, как уже Дмитрий Кузьмин сказал, что это какая-то импортная стратегия, да, и, может быть, мы таким образом пытаемся не копировать эти американские стратегии, да, каким-то образом все-таки преподносить, добавлять нечто свое, да, с другой стороны. Ну, у того же Марка Новака, да, есть вполне такие тоже эстетизированные высказывания, да, мне просто кажется, что... И более того, мне кажется, что в каких-то более ранних примерах русскоязычной поэзии мы можем обнаружить такие изъятия документов, да, из практики, никак не изменяя их обозначать как поэтический текст, ну, на память, например, приходит Игорь Холин, да, который... справку, которую выдали его жене, если я не ошибаюсь, да, просто никаким образом не трансформируя, называет просто поэтическим жестом, да, и здесь жест поэта, он сводится только к тому, чтобы назвать этот документ поэтией, да, ну, такой дюшановский жест, на самом деле, да. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Я начну с небольшой преамбулы, я как бы не предлежу к адептам документальной поэзии и к ее, может быть, фанатам, я как бы приглашенный участник, в этом смысле, как бы, и смотрит, но при этом, конечно, исходящее из тезиса, что, в принципе, любая поэзия может быть представлена как документальная. Я исхожу из той точки, в которой Никита Сунгатов хочет расплывать, чтобы, в конце концов, все это закончилось. Вот я буду говорить из той ненавистной Никите Сочки. И, ну, очевидно, что в последнее время многократно усилился интерес документальной поэзии, и не просто документальной поэзии, а документальной составляющей поэтического текста, да, он может проявляться ситуативно, как, там, как реакция на некое чрезвычайное событие, как, ну, стихи о первой чеченской кампании Михаила Сухотина, которая, как бы, понятно, на что реакция, плюс еще и биографическая реакция на заболевание самого поэта. Он сказал это, как бы, приюдно, поэтому никакой здесь тайны нет. Или поэма Станислава Львовского «Чужими словами». Да, а может быть, исключительно главенствующей тенденцией в творчестве автора, который обретает в этом некий, как бы, новое второе дыхание. Это, там, частично относится к Сергею Завьялову, по-настоящему относится к Александру Авербуху, Виталию Лекциеву, Марии Балиновской, присутствующей здесь. Ну, и параллельно, как бы, выходит множество переводов, аналитических статей, как бы, о западных авторах. Там, в диапазоне от классика, да, американской поэзии Чарльза Андрея Синькова, которая, как бы, вышла несколько лет назад в переводе Андрея Синькова поэма, до, вот, как бы, в скобках, иронически, циничного концептуализма Кенга Голлсмета. Ну, в общем, много кто сегодня стремится встать, говоря словами Ильи Кукулина, которого уже сегодня упоминаю, на позиции свидетеля, репортера или публичного мыслителя, оратора, который обосновывает свою позицию со ссылками на подлинные факты, а не цитаты, да. Вот, ну, в общем, как бы, идея документальной поэзии носится в воздухе, но, при этом, этот воздух состоит из фактов, да, из образующих информационную среду, которые подразумевают, в том числе, и, как бы, разного рода манипуляции, да, идеологические манипуляции, там, эстетические, да, ну, эстетические манипуляции – это патология, да. Вот, но я, как бы, иронически немного назвал это тотальной видимостью, чтобы, как бы, густить, может быть, даже некоторый ларминский пафос, но с которым можно не соглашаться, плюс есть некая такая отсылка на классический текст Вальтера Бениамина, да, что что-то на фамилии Бениамин все сломалось. Может быть, это никогда был. То есть, на то, что это связано с изменением, как бы, изменением, как пишет тоже упомянутая Ирина Каспе, практик хранения и передачи информации, ну, изменением информационной среды и появлением, то есть, не то, что он появился, а, как бы, процессуальностью появления новой субъективности, которую, как бы, вот если у Бениамина это была масса, может быть, не стоит отказываться от этого термина, от этого понятия, но структурируется он уже не столько какими-то массовыми движениями, там, эволюционными, военными или изобретениями каких-то новых средств, да, как, кинематограф и фотография, а скорее, как бы, некоторыми, там, дигитальными алгоритмами и так далее, и так далее, и так далее, да. И в этом смысле я бы, может быть, назвал бы это, ну, как бы, документальность, да, вслед за Ириной Каспе, то же самое, о которой говорили, говорить не о документальности, а о документности, то есть, есть такой тенденции в поэтическом тексте, который репрезентирует некие новые типы социального взаимодействия, и, ну, как бы, человек, при котором документ является репрезентантом, или, как вот, можно сказать, сурагатом, кажется, человека, ну, в некотором роде. Сурагатом. Вот. И сейчас я сделаю то, что никогда не делал, буду анализировать автора в его присутствии. Такой, ну, предложу, как бы, две стратегии документной, документальной поэзии, которые мне кажутся важными сегодня. Первое – это проект, даже можно сказать, «Виталия лекция», когда вот я имел честь недавно написать предисловие к его книге, которая, видимо, готовится уже к выходу в издательстве НЛО, и с большим удовольствием прочитал его новые тексты. И вот, некоторым образом, несколько, как бы, мыслей по этому поводу. Ну, то есть, документальная поэзия может быть идеологически инспирирована, но может быть, иметь и другую, аналитическую, как я называю ее, подоплевку, и ярким примером которой является поэзия «Новые тексты» Виталия лекция, да, который отказывает, ну, как бы, разводит, разделяет ее от документной поэзии, которая подчеркивает свою ангажированность, вот. От отказываясь от ангажированного подхода, лекция обращается к способу подачи документов, который заключается в том, чтобы выслушать, да, или, там, представить все документы, голоса, до которых можно дотянуться, причем дотянуться самим. Вот Виталий сегодня уже сказал, что книжка называется своим ходом, да. то есть это самостоятельная работа, ну, как бы, такого субъекта интеллектуала, который проводит некое расследование, в центре которого некий исторический или этический некий сюжет, да. Это, можно сказать, что лекция предлагает проект тотального документирования, при котором та или иная ситуация, как правило, ну, как я уже сказал, историческая или этическая, рассматривается с разных сторон, а любой речевой фрагмент используется как документ, требующий подтверждения или опровержения при помощи другого документа. Так вот, подобный подход практически не представлен в русской поэзии, но уже довольно давно практикуется в поэзии американская, о чем сегодня очень много было сказано, где уже существует традиция поэтического освоения разного рода документальных источников, позволяющих репрезентировать лингвистические особенности разных социальных групп. В поэтических же текстах лекции социальная природа звучащих голосов определяется не столько их классовой, культурной или этнической принадлежностью, сколько профессиональными или обыденными дискуссивными стратегиями, через которые мы и узнаем героя того или иного поэтического текста. Ну, как правило, это некий публичный интеллектуал, ну, интеллектуал вообще. Подобная нелокализуемая в той или иной социальной страте всеохватность проекта лекции является важным пунктом, так сказать, коммунитаристской утопии, которая отличает поэзию лекции как от русских, так и американских концептуальностей. Помимо того, что Виталий Лекция пишет стихи, он еще как бы параллельно теоретически это обосновывает, концептуализирует. Но при этом тексты существуют в той самой информационной среде, в той логике, которая задает та самая среда в кавычках тотальной видимости, да, которая может, как бы, понята как та самая, я цитирую Волошинова, ближайшая для ситуации высказывание среда, которая определяет его структуру. Вот. В случае лекции важен эмансипаторный эффект видимости, да, не позволяющий, как бы, затаиться, да, и спрятаться неким вытесненным тоталитарным романтическим тенденциям в поэзии. Но в то же время видимость, и это уже не имеет отношения к поэзии Виталия, чревата тем, что связано, что обязывает или, как бы, связано с почти бесконечным увеличением количества документальных источников, то есть некая индустрия документальная, опасность некой документальной индустрии, которая связана с бесконечным исчерпанием всех возможных форм документа и его последующей автоматизации. вот. Ну, и также существует опасность, такая проблема, как бы, которая, кстати, сегодня не была, по-моему, раскрыта, это доверие и недоверие к документу, который является очень важной проблемой в работе с документами и источниками. Вот. И она присутствует, надо сказать, практически во всех, скажем так, классических текстах, которые мы не называемых документальными или документами, там, в диапазоне от Субботина до Марии Малиновской, проучающей сегодня текстом, да. Ну, это имеет не только этическое измерение, но, как бы, как бы, заключается в эстетическом решении, в некой политологической технике, которая реализуется в своеобразном подчеркнутом зазоре между, как бы, документальным и поэтическим, которые не могут быть отождественны, так как, по мнению Ирии Кукулина, документальной может быть только установка, но не сам материал. Вот. И при этом, как я считаю, подобное разделение, существование подобного зазора между документальным и поэтическим текстом важно в той информационной среде, в которой неразличение документального и поэтического или документального и фикционального доходит до некого демонстративного, манифестарного характера, который может там любые цели преследовать, да. И, как можно, в пример, провести текстовые ключи, скажем так, флешмобов, да, при которых эго-документ, который существует как бы в неопределенной, как бы, слепой зоне между свидетельством, литературной стилизацией и полемическим обвинением. Ну, при этом, как бы, важно даже не только документальный модус речи, но и не адресация, которая очень важна в случае документа, но и сам контекст, который формирует, который диктует, который не просто диктует способ работы с документом, да, но и из которого, можно сказать, эти, как бы, свидетельства, да, поэтические тексты выделяют, да, которые, как бы, придают им свойства индивидуализированных текстов. Тут я бы хотел, в качестве примера, провести вот поэзию двух поэтесс Оксаны Киты и Лолиты Агамаловой, которые были, кажется, в лонг-висте премии «Авкредитарномочек», которая, как бы, также играют, что ли, и с этой слепой зоной между различными адресациями, то есть, как бы, используя сильные эстетические возможности, эстетические возможности, которые когда-то были трансгрессивными, сегодня такими не являются. Они преследуют не столько цель, как бы, преодоления неких эстетических границ литературности и документности, а скорее… Знаете, по-моему, уже не работает, опять, я сам с собой… А скорее… Так, я сбился… Ну, скорее атакуют некое понятие социального консенсуса в литературном сообществе, да, литература как некого социального института, там, с радикальных и министских позиций. Здесь, как бы, в качестве, как бы, параллельного примера можно привести, там, акции Петра Павленского, да, которые трудно заподозрить в эксклюзивности каких-то решений, но при этом сами ситуации, которые он конструирует при помощи уже известных нам, как бы, по истории искусства эстетических решений, они, по-своему, неповторимы и, скажем, опасны, чуть ли не в прямом смысле. Вот. Ну, и при этом, как бы, на мой взгляд, в этом случае задача первая часть, как бы, социально-коммуникативная, да, она направлена на прояснение политических, там, и прочих-прочих позиций. Более нюансированный подход, я вижу, в творчестве другой поэтессы Оксаны Варсягиной, так, связанной с этими поэтессами, тоже, как бы, насколько я понимаю, разделяющей его убеждения и связанной теографически. Особенно я имею в виду тексты, которые уже не вошли в ее первую книгу «Женская проза», а были выпущены позднее ограниченным тиражом с принципиально ограниченной адресацией. Мы понимаем, что в интернете можно найти все, что угодно, но изначально ее книга «Ветер ярости» была, насколько я помню, адресована только женщинам. И не продавалось, насколько, кажется, такое было. И эти тексты, большинство из этих текстов, понятно, что я как бы немножко спрямляю, решены как эго-документ, при этом, конечно, не являются ими, которые даже можно назвать объективистскими. И в них тоже есть как бы тенденция, которая присутствует и у Агамаловой, и у других в Минске. Авторы, как бы, при помощи эстетической трансгрессии, преодоленники социальной границы. Но в то же время Басекина, как бы, что называется, дает себе отчет в том, что в какую информационную среду она, так сказать, эти тексты запускает. И в ее текстах очень много иронических и горько-иронических отсылок к этому. И документом здесь можно считать речь человека, пережившего насилие. Это чаще всего говорящий субъект в ее текстах. Но при этом, сравнивая со стратегией Виталия Лекциева, можно назвать эту стратегию аналитической. Причем аналитической, как бы, не в пилософском смысле, а в психоаналитическом. Она вводит в тексты, в политические тексты, некие прозаические принципы. В том числе, в первую очередь, темпоральный или рассинхрон между автором и повествователем, автором и героем, который на поверхность на чтение оказывается одним и тем же человеком, а на самом деле, постоянное запаздывание или, наоборот, забегание вперед, или различные повинесенные точки фокализации дополнительной, как, например, в известном ее тексте, который был опубликован на год второго, где в монолог, в такой депрессивный монолог, включен счет, который не просто делает сообщение убедительным, все может быть убедительным и неубедительным, но делает именно убедительным, ее третит эстетически убедительным. Таким образом, это второй способ работы с документами. Наверное, на этом остановлюсь, потому что уже все. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нет. В поздней средневековой поэзии понятие поэтри, такой басенный, песенный, если угодно, поэзии, она была полностью противопоставлена хронике. Они были принципиально на противоположных этих. И вот говорить о том, что поэт всегда документирует или всегда, наоборот, выражает себя, не историзируя, бессмысленно. Второй акцент необходимо поставить, связав сегодняшнюю дискуссию с вчерашними сразу двумя. Потому что, конечно же, историзировать недостаточно, а нужно еще технологизировать. И сегодняшняя документальная поэзия, вообще, сама ситуация документального письма, лучше так говорить, она, конечно, подразумевает какую-то сцену письма. Это всегда какая-то сцена, но не воображаемая, не абстрактная и не просто когнитивный горизонт, а это сцена, озаземленная на какую-то конкретную материальность, какую-то технологическую материальность. Это включен и диктофон, или это аппарат библиотеки, картотека, или что-то еще, которую как бы всегда конструирует или эмулирует поэт в своем письме. Вот эти два замечания о необходимости историзации, технологизации любого разговора о документальной поэзии я хотел произнести. И, собственно, вслед за этим прочитать несколько коротких примеров, в том числе из упомянутой книги, которая, собственно, на уровне названия уже недвусмысленным образом апеллировала к форме заимствования. Она называлась «Бесцветные зеленые идеи яростно спят». И там было опубликовано, вот буквально одно, наверное, оттуда, или два прочитаю, примеров работы с текстами, которые действительно существовали до моего их написания, да, или до моего вмешательства в их жизнь. Первое называется примечание переводчика и, соответственно, контекст его реконструирован из эпиграфа, который принадлежит Людвигу Витгенштейну. Связь между этими словами была, возможно, создана в другое время. В Королевском колледже пожар. Не говори чепухи. Что является объектом твоего желания? Я хочу, чтобы в эту комнату вошел мистер Смит. Вы уверены, что это именно то, чего вы хотите? Конечно, я должен знать, чего я хочу. Не говори чепухи. Я хочу, чтобы произошло то-то и то-то. То, во что ты веришь, не является фактом. Я чувствую страх. Я боюсь чего-то, но не знаю, чего. Где бы ты ни был, ты должен добраться откуда бы ты ни было к этому месту, из которого вышел. Почему ты полагаешь, что твоя зубная боль соотносится с фактом, что ты держишься за щеку? Безусловно, существуют совершенно определенные действия представлений того, что другой ощущает боль. Меня никогда не учились относить к глубину воды под землей с ощущениями в моей руке. Но когда я чувствую определенное напряжение в ней, слова трифута сразу возникают в моем сознании. Ну, конечно, красное существует, и вы должны это видеть, если способны это представить. Увеличение давления на мои глаза продуцирует красные образы. В Королевском колледже пожар. Не говори чепухи. Я хочу, чтобы произошло то-то и то-то, какая странная, каким странным механизмом в таком случае должно быть наше желание, если мы можем желать того, что никогда не исполнится. Конечно, это не все, но ты можешь построить более сложные случаи, если хочешь. Мы же должны будем говорить ниже о значении выражений, забывании значения слова, примечания переводчика. Этого никогда так и не было сделано. Другой пример из той же книжки, уже с милетней давности. Она носит название «Случай» и представляет собой как раз пример работы с текстовым документом, я буду показывать, о котором говорил Виталий, и в частности протоколом судебного заседания, состоявшегося вот примерно тогда же в связи с арестом одного известного активиста. Как-то раз Артем Александрович в неустановленное время, в неустановленном месте, умышленно, незаконно, без цели сбыта, для личного употребления, действуя умышленно, сознавая противоправный характер своих действий, приобрел. У неустановленного лица за неустановленную сумму полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, зеленого цвета, являющимся наркотическим средством марихуана. Общей массой сухого хрупкого вещества 11,0 грамма, что как раз является крупным размером. После чего, положив его в свою габаритную сумку, тем самым незаконно, умышленно, без цели сбыта, бережно храня при себе незаконно приобретенное наркотическое средство, Артем Александрович стал перемещаться по территории Держинского района города Новосибирска. И буквально, тоже это короткий пример, из неопубликованных еще вещей, так вот, сводки с полей следующие выбиваются. С конца 2005 года Марина Литвинович фактически прекратила быть политтехнологом и начала заниматься правозащитной и политической деятельностью. Министр экономического развития России Эльвира Набибулина заплакала во время экстренного совещания у премьер-министра Владимира Путина. На теракт Домодедова российский фондовый рынок ответил снижением. В связи с продолжающимися работами по модернизации некоторые пользователи будут испытывать трудности с загрузкой отдельных страниц. Также в Роспотребнадзоре выразили обеспокоенность в связи с тем, что в последнее время в интернете все чаще создаются страницы, на которых размещается неоднозначная информация, которую трудно интерпретировать. И да, последние буквально вот этого года вещи из цикла «Берия как Абериум». И вы видите, что будет иметь место все больше и больше съезжания с рельсов аргументальности, о чем, возможно, Никита как раз говорил. Итак, «Берия как Абериум». Нам приходится констатировать, что произошла очередная вылазка очередных литературных хулиганов с целью установить заумную диктатуру в поэзии, прямо как в эти ваши лихие 90-е. Просьбы студенческой, рабочей, а значит и бдительной молодежи игнорировались. Все время пытались быть подальше от политики, от этой по-настоящему скучной стихии. Стремились забыться в самовлюбленном наслаждении, в своем диком поэтическом озорстве, оказываясь порой в полнейшей творческой прострации, но делая это горячо и искренне. Принимая пародию за новаторство и обрекая себя на бесплодие, на длительный творческий паралич, их последними словами, были, наше заумное жонглерство, наша бессмысленная поэзия, наш уход от жизни. Это искусство чуждых людей, поэзия классового врага, так говорю вам я, Лидия Лесная в благословенном 27-м году. И вот, да, это последний пример, который я хотел привести, буквально сказав, что все прочитанные тексты имеют абсолютно документальный, но текстовый характер, который, возможно, тоже стоит отличать от документализма устного в области. Спасибо. И последний выступающий в нашей лекции, Никита Сенгатов. Спасибо тоже, стараюсь надолго. Я тут еще перед началом выступления оказался обвинен с одной стороны Дмитрием Кузьминым в западопоклонничестве, с другой стороны Денисом Ульеоном, как вы удачно сидите, прям как вот такой стереоэффект образуется. В стремлении все уничтожить, разрушить, так и так далее. Значит, но сложно, то есть как бы тут, поскольку от лица неких фантомов сложно отвечать, да, то я, как бы, может быть, мое выступление как-то самому по себе будет ответом. На самом деле я испытываю тревогу уже со вчерашнего вечера по поводу того, что мне предстоит читать, поскольку я согласился. Так, лихо читать текст Байма Азоя, с которым у меня у самого большие сложности. Я дам два комментария, которые, может быть, объяснят, в чем они заключаются, эти сложности, и, с одной стороны, а с другой, как этот текст, может быть, лучше прочитывать и понимать. С одной стороны, Зоя, да, то есть имеется в виду Зоя Космодемьянская, естественно, сами статус документа, да, то есть здесь действительно использованы какие-то части, которые можно назвать документальными, то есть это отрывки, фрагменты, свидетельств о подвиге Зои, которые были опубликованы, вот, собственно, вот, насколько я помню, это были первые, то ли это уже, непосредственно, после было, то ли это буквально первые послевоенные годы. Но эти, во-первых, сам статус этих источников не определен, да, то есть насколько мы можем его назвать документом. А с другой стороны, собственно, и в тексте он, что называется, слегка изменен, да, вопреки американским коллегам, вот, вопреки их практике. А тут, в общем, они изменены, то есть где-то третье лицо заменено на первое, где-то, там, вы услышите, убрано отрицание и так далее, и так далее, да, где-то добавлены целые куски, которых, естественно, в этих документах не было, я думаю, будет понятно, где что. Вот, и что касается самого текста, который мне действительно сложно читать, поскольку я просто немного расскажу о том, как он создавался, потому что понятно, что, может быть, кому-то это уже понятно, потому что он был изначально написан как реакция на статью Джонатана Плата в новом литературном обозрении, у меня вылетело из головы точное название, ну, в общем, все, кто знает, понимают, о чем идет речь. С одной стороны, а с другой стороны, на некоторую, скажем так, такую современную реминирхологизацию подвига Зои в среде, скажем так, в среде правоконсервативной, да, и в частности, в том числе, в среде поэтической, то есть я имею в виду, есть такая битнеса, бывшая студентка литературного института Дарьи Верясова, которая много занималась подвигом Зои, писала в этом стихи и рассказы, стихи, то есть она, в общем, такая любимая ученица, Олеся Александровна Николаева, постоянная участница семинаров в Липках и так далее, и так далее. И ее такое традиционное, очень традициональное письмо, отсылающее во многом к традициям советской поэзии, сочетается вот с интересом к этой фигуре Зои. И моя проблема, я замечаю, здесь в том, что я не могу как бы солидаризоваться ни с такой деконструирующей позиции Джонатана Плата, деконструирующей миф из статьи ВНО, ни, собственно, с таким разделением буквально в условиях новой... Донецкой войны, да, переноса этого образа, такого буквального. Вот, потому что я чувствую, не при том, что это как бы здесь, это не документальная, а как мифическая история, да, в большой степени, я чувствую внутреннюю этическую солидарность с тем, о чем этот сюжет, собственно, в нашей культуре, в нашей истории. Вот. Пойма Азоева. Они обливали меня помоями, они били меня деревянными палками, они водили меня босой по снегу, они сломали мне ногти, от мороза мое тело стало синего цвета, раны сочились кровью, но на моих серых глазах они видели только первый ноябрьский иней, и ни одной слезинки, потому что пионерки не плачут. Ну, вот опять же, да, вот как Виталий подметил, что пионерки не плачут, это важное такое, какое-то клише, одновременно и клише, и при этом как несущие какую-то важную мысль. Они спрашивали, кто я, как меня зовут, кто мои родители, кто меня прислал, зачем меня прислали. Они спросили меня, где сейчас находится товарищ Сталин, и я гордо ответила, Сталин на посту. Я круглая отличница по всем предметам, но больше всего мне нравится история и литература, а еще я пишу стихи и мечтаю поступить в Москву, в литературный институт. Вдруг получится. Девчата смеются надо мной, говорят, куда тебе в литературный институт, но я верю, что пригожусь своему народу, воспев высокие идеалы правды, моральной чистоты и любви к отчизне. Только нужно еще подучиться писать стихи. Мой любимый поэт Владимир Владимирович Маяковский. Особенно мне нравятся эти его строки. Не наши, которые времени взад Уперли лбов Меть Быть коммунистом Значит дерзать Думать Хотеть Сметь В людях нет ничего дурного, Кашлик немцам убит, Скиснув зубы до боли, Он клянется, что отомстит. Юлия Друнина Твердо сквозь темную ночь И свистящие пули Идет Сквозь метель и осколки снарядов Идет эшелон пехоты, Идет санитарный взвод. Только Симонов Константин Михайлович Ненадолго приедет домой Выпить водки в буфете театра, Повидаться с матерью и женой, С репортерской лейкой На перевес А потом они перестали меня мучить И повели к виселице. Вся деревня вышла посмотреть на это. Смирнова подбежала И ударила меня палкой, Крикнула, кому ты навредила, Мой дом сожгла, А немцам ничего не сделала. И тогда я вздохнула Морозного воздуха, Нашего советского воздуха, И сказала граждане, Какое же это счастье Умереть за свою страну И за свой народ. А вы не воюйте, Не сопротивляйтесь, Помогайте немцам, Закидывайте меня камнями, Кричите, что мне позор, А я иначе вас тоже убьют. Стойте и смотрите, Как меня убивают, Как можно внимательнее. Мои товарищи, Мои сограждане, Внимательнее смотрите, Запомните каждую деталь, Зафиксируйте для истории, Обишите как можно подробнее, Напишите роман, Снимите кинокартину, Восходьте мой славный подвиг В стихах и песнях, Чтобы наши потомки Смотрели, читали, Слышали и вдохновлялись Моим достижением, Смертью. Товарищи, Только если вы запомните Все это, Мое исколотое, Окровавленное тело, Вырезанную грудь, Мой обнаженный труп, Три дня колышащийся на ветру, Ваше собственное предательство, То наша победа будет не зря, То моя смерть будет не напрасна. Товарищи, Победа все равно за нами, Пусть они меня расстреляют, Пусть эти изверги Надо мной издеваются, Все равно, Нас еще 170 миллионов, Русский народ всегда побеждал, И сейчас победа будет за коммунизмом, Победа будет за нами. За Советский Союз и за Сталина Я погибаю, Напиши обо мне Статье о политике травмы В научном журнале. Все. Большое спасибо. Большое спасибо всем. Извинения Александру Спидалу, Которого мы отгили, Которого мы отгили столько времени. Спасибо. Спасибо. Мы делаем полутораминутные перерывы И возвращаемся сюда, Чтобы успеть сегодня все успеть. Здравствуйте. Огромное спасибо. Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует...